В Мурманске борются с паводком, каких не видели в регионе 70 лет. Уже затопила значительную часть промзоны в Ленинском округе. Предприниматели несут существенные материальные потери. Там, где раньше ездили машины и ходили люди, сейчас плавают отки. Как сказал на профильном совещании регионального правительства глава администрации Мурманска Евгений Никора, рассматривали, возможно, неблагоприятный сценарий, и он наступил. Из-за резкого потепления снег, которого прошедший зимой было в изобилии, стал резко таять. Водоемы стремительно наполнились, водоотводящие системы не справились, и реки устремились на магистрали и в промзону. Вот эти три фактора по этому неблагоприятному сценарию, они столкнулись также и с тем, что гидродинамические связи между участками водного объекта реки Роста, они нарушены. Это вот что касается техногенного фактора. Разливы озера Большого начались еще 26 мая. Сразу был создан оперативный штаб. Затем 27 мая стало затапливать продуктовые склады торговой сети. На третий день разливы стали угрожающими. Затоплены первые этажи административных зданий промзоны. На работу сотрудники добираются на надувных лодках. Мы обследовали все перетоки. На сегодняшний момент та дамба, которая удерживает воду озера Большого, она в целости и сохранности. В общем-то там мы опасности никакой не видим. Единственная ситуация развивается следующим образом. Сегодня в связи с обильным снеготаянием и большими снегозапасами приток воды получается больше, чем отток. Коллекторы прочищены и работают. На выходе из подземного русла сильным потоком бьет вода. Но этой пропускной системы мало. Минприроды в этом году проведет обследование подземного и наземного русла реки Роста. Будет принято решение о необходимости увеличения пропускной способности коллекторов. Мы будем выходить с инициативой на финансирование этих мероприятий, чтобы в дальнейшем увеличить пропускную способность. И возможно, если потребуется, будем проводить дно углубительной работы реки Роста, чтобы количество воды, которое попадает уже туда, помещалось больше. Но это долгосрочные меры. Что по экстренным. На совещании регионального правительства решили, МЧС, который уже не первый день участвует в борьбе с масштабным паводком, обследует территорию дронами. Затем, возможно, будут проведены технические работы по созданию дополнительных каналов для водоотведения.